Всем добрый день, дорогие друзья! У нас вечер, но я решила записать отдельное вступление, что я сегодня снимала, решила разделить на несколько видео, чтобы для вас было интрига немного. В этом видео вы увидите организацию шкафчиков и много интересного другого. Всем желаю крепкого здоровья, всем желаю всего самого хорошего и оставайтесь с нами. Ребят, вот смотрите, решила показать, а многие спрашивают, наверное, на большую семью, на много печенек. Ну вот видите, у меня вот, я покупаю сразу много, и у меня вот запасы печенек лежат, чтобы дети могли сами все, что хотят. Тут разные печеньки есть, на организацию какую-то сделать. Тут также и хлеб есть, и батон, не батон, а хлеб нарезной маковый, конфетки. И вот халва, пожалуйста, у них тут есть конфетки, есть такие конфетки. Остальные конфетки пока убрала. Тут у меня уксус стоит, блендер, который мне подарили, еще не пользовалась. Все, вот хочу сделать майонез, я все никак не соберусь, все что-то занятое. Это стаканчики, светик меня просила. Тут уксус у меня и 9%, и 25%. А нет, 25% нету, тут столовой. Уксус повыше убрала, видите, от детей, зубной щетки у ребятишек. И вот не знаю, как мне сделать шкафчики вот здесь вот, да, или вот здесь вот угловой сделать, тогда зеркало уберется. Или вот все-таки между холодильником и этим сделать шкафчик. Напишите, как вы думаете, для щеток зубных и мыльно-рыльных. Тут у меня вот химия лежит всякая подальше тоже от маленьких деток, чтобы они, дай бог, не схватили. Это у меня где-то что-то мыть, старенькая кружка, где-то что-то цветы поливать. Видите, вся такая уже где-то нужна бывает. Где-то хлорку я всегда в таблетках беру, разводить ее вот этой вот удобно. И вот это вот, кстати, средство брала в фикс-прайсе. Ребята, понравилось до чертиков. Ну, хорошее средство удаляет. Брызгаешь, минут на 15 вставляешь, потом вот этой вот синей щеточкой, вот этой вот я тру синей щеткой, и она хорошо оттирает. Вот вообще вот нравится, если будете в фикс-прайсе, присмотритесь. Так что вот такие вот дела у нас. Там уже точильный парад стоит. Тут что-то я по шкафчикам решила порядки навести, а тут дети что-то, видите, одну пачку открыли, вторую пачку открыли, все по-наоткрывали, а в оконцовке ни там, ни там не доели. Вот хочу навести порядки в шкафчике, и потом покажу, как и что у меня получилось. Так, все, протерла полочку, из двух пакетиков переложила в один пакетик, но вот думаю, что-то все равно мне не нравится. Печенье также с топочкой осталось, и вот такие конфеты у меня, видите, в обычной банке лежат. Вот, еще запас таких конфеток есть, но детки любят, это я нынче опять пакетик взяла и не показала на видео. Леденцы, также все, вот дома халву убрать, холодильник, там быстрее съедят. Сейчас, наверное, спущу, ой, тут что-то эта штучка, вроде протерла все, везде губки новые. Ну, вот так вот, здесь у меня, многие просили шкафчики показать, сейчас остальные покажу. Так, показываю остальные шкафчики, здесь, ну, вот я уже вам показывала, что у меня чай стоит, кофе мой стоит, тут кофе, тут у меня всякие приправки стоят, спички подальше от детей, мы сюда убираем, чтобы не доставали, там приправу тоже надо организацию какую-то сделать, сода, ну, сода это в любом хозяйстве есть, поэтому ничего такого удивительного, так пока наверх поставили. Тут два разных чая, один вот, который нам прислали, другой такой, дети, какой хотят, опять насыплено, опять сейчас протереть, здесь вот как раз заодно и протрем. Какао, которое нынче Соликамске брала, тут специи опять, специи надо повыше убрать, сейчас, наверное, все уберу и покажу потом, что у меня получилось. Так, все, прибралось, здесь все, теперь у меня одни приправы, всякие баночки, вот это из-под пюрышки, перец красный, тут у меня была полная, уже чуть-чуть осталось, там где-то есть запас. Здесь у меня семена укропа, иногда в блюда добавляю, очень вкусная арома дает. Здесь вот чайные все, кофе, там запасной у меня новый кофе, какао у детей, чай, который нам из Германии прислали, Гринфилд и Цейлуинский чай. Вот еще один шкафчик, сейчас покажу, что у меня в третьем шкафчике. В третьем шкафчике опять бардак, опять надо наводить порядки. Здесь тоже вот еще запас конфеток лежит, надо туда прибрать, чай. Тут в основном все запасы и то, что нам присылали, дети наслаживали, вот так вот. Сейчас я буду прибираться, почему-то у мужа пена здесь стоит, хотя она здесь вообще не должна стоять. И сейчас мы с вами наведем здесь тоже подарок. Ой, порядок. А вот там вот конфеты, которые нам прислали, я понемножку каждый день детям даю, чтобы они все не брали. И фруктоза, которую я заказывала, я еще баночку под нее не купила. Поеду в город сегодня за лекарством, обязательно куплю и пересыплю фруктозу. У нас пока еще старая есть, Маша ее доедает, поэтому свежую пока еще не открываем. Ладно, прибираемся и покажу, что получилось. Так, ребята, все, прибрала в шкафчике, включила свет. Оставила здесь запасы фруктозы, чай, гематогена, жлейки, капучино. Кстати, в этом капучино, знаете, такая штучка, я сейчас, если я ее найду, я вам достану и покажу. Вот в магазинах весят вот на таких вот штучках. Ой. И тут она тоже есть. Но так как у меня дети разделали все пакетики, видите, вот такая штучка вешать кофе. Так как они разделали все пакетики, эту оставили. Там, видите, каждый пакетик поштучит, чтобы было удобно доставать, дети так сделали. Потом сверху здесь у мужа станки убрала, пену отсюда убрала. Станки только оставила новой. Зубочистки, туалетная бумага внизу, тарелочки. Сейчас еще сходят в посуду, потом сложим здесь. Салфетки, салфетница, терка, масло, сливы растительное. Так, вторая вот только на столе стоит. Ну вот так вот протерла шкафчики. Вот это вот пятно, что у меня не отстирывается. Или это у меня так оно не отстирывается. Ну я же говорю, а то, видать, от скотча еще оставалось. Так и дети плохо протерли. Вот в целом как-то у нас вот так вот все. Вот такая вот организация моих шкафчиков. Я нынче очень много всего повыкидывала, поэтому пока у меня шкафчики еще вот так. Но ничего, постепенно все приобретем. Вы просили показать, что в моих шкафчиках. Верхнюю часть я вам уже показала. И осталось только нижнюю показать. Сейчас покажу. Так, дорогие друзья, переходим к нижней части шкафчиков. Что у меня здесь? Первый шкафчик. Тут у меня все крупы. Также кисель, макароны, сахар. Ну вот все, все крупы такие разные. Вот тут также сухофрукты лежат, шиповник. А, нет, это изюм лежит. Шиповник уже, видимо, съели. Молоко сухое лежит, соль. Но тут крупы те, которые понемножку большие. Крупы у нас, конечно, на улице лежат на хранении. И вот там макароны еще разные виды, поэтому в разных пакетиках. Так, переходим к следующему шкафчику. Так, теперь покажу выдвижные ящики. Ну, в первом выдвижном ящике тут у нас ложки, вилки, ножи. Так, во втором. Так, уберу. Скотчи, тряпочки новые, вешалочки, рукавчики, пакетики. Это толкушка. И еще вот такая вот у меня новая толкушка, которую есть. Еще не пробовали, вот обязательно опробуем, скажем, запасные колорешки. Вот всякое такое. Пока еще сильной организации такой нету. Скоро займемся. Ну и, а в третьем ящике у нас тут фен, зубные щетки новые, пакеты. Резетку, которую я купила, надо сделать. Потом Света занесла. Ту страницу надо тоже достать ее уже, поставить на место. Но она говорит, пускай мама тут лежит. Мы когда надо, мы достаем и делаем. Вот такая вот организация третьего шкафчика. Так, ну и организация последнего шкафчика, который должен быть мойкой, но оказался вот таким вот ящиком. Пустую банку уберу отсюда. Так, тазик с тарелками. Там лук, мука. Контейнер занесла на помыть его. Рис. Там тарелка с землей для кактусов Света собирается пересаживать. И здесь пока еще ничего не делала. Потому что я мужа прошу, чтобы он мне здесь сделал вторую полку, раз нет умывальника. Поэтому, когда вот потом сделаем, потом вам все покажу, как и что у нас получилось. Вот так вот у меня организованы мои шкафчики. Пишите, как вам. Я знаю, что многие скажут, что Настя это вообще не организация, ни о чем видео было. Ну, вот вы просили заснять, я вам засняла. И многие спрашивают, что вот это вот такое на холодильнике. Сейчас я вам покажу. Вот это. Это у мужа просто он, видите, уровень. Он на магнете, поэтому он его сюда приделал. Так он и висит. Когда мы холодильник выравнивали, вот так и остался здесь висеть. И пользуемся ли мы вот этой вот штучкой много спрашивали. Да, иногда пишем, дети что-то тут пишут. Ну, редко. Я как бы нет, а детям в основном она нравится, а я как бы не очень пользуюсь. Ну, им нравится, значит, надо. Так, дорогие мои друзья, еще один вопрос помню, на который я хотела ответить. Помните, мне прислали спицы? Меня многие спрашивают, Настя, муж тебе прикрутил ее к стенке или нет? Я вышла из положения без мужа. Сейчас покажу, как. Помните, рейлинг, который я приделывала сюда, крючочки вот к ним, которые в соликонскую пьё повесила? Ну, они неудобны, крючочки, они соскальзывают. Вот что-нибудь начинаешь снимать, и они слетают вместе с этим. Потом куплю другие крючки и повешу сюда. Но вот пока вот таких вот пять штучек мне, в принципе, хватает. Дальше. Вот я ее повесила как. Можно, по идее, защелкнуть на рейлинге, но я не стала защелкивать. Я просто одела вот так вот ее, и все. И у меня тут все приправки стоят. Бумажка от приправок тоже я оставила там, потому что написано, каким блюдом можно сделать. Там даже, по-моему, рецепты есть. Сейчас даже посмотрим вместе с вами, есть или нет там рецепта. Тут, по идее, видите, показано к рейлингу, можно тоже приделать. Но я не стала защелкивать, я просто так ее оставила, и все. Тут вот, видите, для чего нужны приправы. А, нет, тут просто описывается, какие и что приправы, с чем сочетаются. Так что бумажку тоже не стала укидывать, бумажку сюда положила, и все. Так что вот так вот я организовала свои специи. Спасибо огромное за такой подарок. Мне вот этот вот нравится рисунок, очень красивый. И сочетание как раз с моей кухонкой самое то. Вот такое вот было видео. Если вам понравилось, не забывайте поставить лайк, подписаться на наш канал. Да, Оксана? Спряталась. Ну и всем, желаю всем-всем крепкого здоровья. Всем желаю всего самого хорошего. Ну и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok